В эфире телеканал ЛРТ программа «Итоги» в студии Марии Кузьмичевы. Здравствуйте! Вначале коротко о том, чем запомнилась эта уходящая неделя. Продление пенсионного возраста не загорали. Казго затронет, расскажем. Правила пользования митрополитеном ужесточатся. Что изменится? Новые квартиры для медиков. В Люберцах прошло вручение жилищных сертификатов. Кабельный вейкбординг в Краскове. Кто приехал побороться за 150 тысяч рублей? Летние каникулы в самом разгаре. Как их проводят маленькие люберчане? Начнем с главной темы. Трем педиатрам 2-й Люберецкой районной больницы вручили жилищные сертификаты. До конца лета медики въедут в свои новые квартиры. Главок Владимир Ружицкий поздравил врачей с решением жилищного вопроса. В течение двух месяцев трое врачей-педиатров Люберецкой районной больницы номер два смогут переехать в новые квартиры. Распределением жилищных квот занимался профсоюз больницы. Любовь Чернова с нетерпением ждет переезда из съемного жилья. Сейчас я снимаю жилье неподалеку от работы. И вот буквально неделю назад сообщили, что заявка одобрена. У меня замечательный сын, который тоже уже обрадован тем, что у нас с ним будет новая квартира. Получила сертификат и Елена Ишутина. Вместе с мужем и дочерью они уже продумывают интерьер новой трехкомнатной квартиры. Конечно, очень рады, довольны. Квартиру обещают выдать непосредственно ключи в течение двух месяцев или, может быть, раньше. Поэтому ждем. Готовимся к переезду всей семьей. Наградил педиатров глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий. Чем хороша и хороший Люберецкий район или сегодня городской округ, то через дорогу Москва, а Москва-столица, это нечто, где все стандарты столичные. А мы должны как-то тянуться и кадры беречь, и как-то их сохранять. Хотя сегодня вместе с правительством области думают, как зарплату повесить, но мы на своем уровне пытаемся помочь в плане жилья. Вручение сертификатов прошло в рамках празднования Дня медицинского работника. Накануне еще 10 врачей стали обладателями документов на жилье. Анна Троян, Александр Дамея, Александр Дегурко. Телеканал ЛРТ. Заведующая сосудистым центром 2-й Люберецкой больницы Лариса Сметанова удостоена почетной награды из рук губернатора Андрея Воробьева. Помимо нее, еще 19 лучших работников здравоохранения получили награды в Доме правительства Московской области. Другого пути, как стать врачом, у Ларисы Сметаны быть не могло. С самого детства она видела работу медиков. С детства еще мечтала стать врачом, потому что перед глазами все время был пример моей мамы. Она работала гинекологом. Я часто пропадала с ней, бывала в роддоме. Потом в дальнейшем она лечила бесплодие, видела благодарные глаза этих женщин, которым она дарила счастье материнства. С детства зародилась такая мечта – стать врачом. Школа, законченная золотой медалью, затем Донецкий мединститут, защита диссертации по сосудистой неврологии в Москве. Этот долгий профессиональный путь позволил Ларисе Сметане с нуля осоздать сосудистый центр на базе 2-й Люберецкой больницы. Сюда в экстренном порядке поступают пациенты с инсультом. Территория обслуживания – Люберецкий округ, Латкарин, Жуковский, Раменская, Котельники. Поток больных бесконечный. Тут нужно быть постоянно в форме. Держимся, потому что у нас хорошая команда, у меня хороший коллектив, который взаимозаменяем. То есть мы можем заменить друг друга. Своей главной заслугой доктор считает то, что при выписке ее пациенты, перенесшие инсульт, способны обслуживать себя сами. Высокое качество жизни больных после стационара – основная задача, которая стоит перед сосудистым центром. Такая трудная и кропотливая работа отмечена почетным званием заслуженной врач Российской Федерации. Являясь главным неврологом медицинского округа номер 3, Лариса Васильевна ежедневно проводит консультации и лечение пациентов с нарушением мозгового кровообращения. В этом году ее проведена профилактика инсульта у более полутора тысяч пациентов. Мне, конечно, очень приятно получить такую высокую награду. Шла я к этому долго и часто очень непростым, таким тернистым путем. В подмосковном здравоохранении работает почти 118 тысяч человек. Более 20 получили награды разных степеней в Доме правительства Московской области в Красногорске. Мария Кузьмичева, Александра Томея, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В нетрадиционном формате провел глава-люберец Владимир Ружицкий личный прием граждан. Впервые обращения жителей округа поступали по видеосвязи. За онлайн-обращением следила и наша съемочная группа. Жительница-люберец Ирина Димакова сейчас находится в санатории. Однако это ей не помешало попасть на прием к главе. С помощью программы скайпа она обратилась с просьбой ликвидировать подтопление во дворе дома 26 на улице Попова, а также спилить три тополя напротив ее окна. По словам женщины, деревья вызывают у нее аллергию. Я дам команду Азизова, это его полномочия, его деятельность. Поэтому, Ирина Николаевна, я думаю, что лично Азизов завтра, а может даже сегодня, будет у вас. После онлайн-общения с жителями прием граждан продолжился в привычном режиме. Инициативная группа люберчан обратилась к главе с предложением установить в округе памятник «Дети войны». Монумент планируется создать за народные деньги. В течение года готовили разные эскизы, подготовку вели, согласование вели многократное, в том числе с работниками вашей администрации. Владимир Ружицкий такую идею поддержал. Когда будет решен вопрос с проектами финансированием, для установки памятника подберут подходящее место. Всего на приеме у главы побывали 13 человек. Вопросы жителей касались организации торговли, улучшения жилищных условий людей с ограниченными возможностями, а также проблем ЖКХ. Луиза Игазырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Мособл Дума приняла закон, согласно которому при возникновении аварийной ситуации фонд капитального ремонта незамедлительно на нее реагирует и устраняет погрешность. Владимир Ружицкий проинспектировал ход работы. Теперь жители Люберец могут экономить порядка 30% за теплоэнергосбережение. Дело в том, что по всему округу начались ремонтные работы, фасадов и утепление домов. Теперь дома не только обретут опрятный внешний вид, который сохранится на долгие годы, но и их стены будут защищены от негативного воздействия окружающей среды. Кроме того, такая конструкция может прослужить до 50 лет. Если можно так сказать, убиваем двух зайцев сразу. Дом становится теплым. Сейчас очень трендовая тема энергосбережения по всей стране. Это как раз тот момент, когда мы можем говорить об энергосбережении и энергоэффективности этого дома. В этом году генеральным подрядчиком по капремонту выбран АО «Люберецкий городской жилищный трест». Как отметил глава округа Владимир Ружицкий, подрядная организация, выполняющая капитальный ремонт, не нарушает сроки работ и выполняет ее добросовестно. Также он проинспектировал и ремонт мягкой кровли на крыше дома номер 16 по проспекту Гагарина. Хорошо, потому что эта улица не будет размываться. Понятно. Хорошо. И подкрасить, подмазать, и все будет нормально. Ну, отлично. Домов в этом году у нас таких домов 119, именно что касается капитального ремонта. Где-то порядка денег более 678 миллионов рублей. Деньги это все с фонда капитального ремонта. Как отметил Владимир Ружицкий, в случае аварийных ситуаций, жители круглосуточно могут звонить в ЕДС ЖКХ городского округа и сообщать об инциденте. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Также Владимир Ружицкий побывал и на улице Колхозной, где проверил выполнение завершенного ремонта подъезда. Напомним, в этом году по губернаторской программе должно быть отремонтировано порядка 1400 входных групп. Губернаторская программа «Мой подъезд» масштабно охватила весь городской округ. И в этом году также планово производится ремонт входных групп, выбранных представителями власти и жителями. На колхозную 20 приехал глава округа, чтобы лично проверить выполненные работы. Ситуация же меняется даже не ежедневно, а ежечасно. Вот у нас 1329 подъездов в ремонте. На сегодняшний день, на эту минуту, как мне докладывают. Ну, это работа сейчас в таком развернутом виде, потому что лето. Хотя подъезды можно зимой ремонтировать, никто не запретил все-таки в подъездах тепло. Но лучше, когда эта работа делается именно в летний, теплый период. Не только побелка стены и окраска потолков, но и много другой работы проводят при ремонте подъездов. Например, здесь сменили почтовые ящики, заменили светильники, поменяли стопроцентно плитку на первом этаже, а также отремонтировали входные группы. Большое внимание при ремонте уделяют также и художественному оформлению. В прошлом году стены подъездов оформили порядка в 30 домах. В этом планируется не меньше. Вы же видели, что мы здесь сделали художественное оформление на первом этаже и на площадке перед входом в лифт, когда заходим. Это жители сами выбирали свои художественные оформления, а мы, естественно, художники. Так, завершить ремонт 1329 подъездов планируется до ноября этого года. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. К другим новостям. В четырех муниципальных районах Подмосковья обустроят порядка полутора тысяч объектов инфраструктуры для маломобильных граждан. Министерство социального развития Московской области приняло такое решение после анализа потребностей незрячих и тех, кто передвигается на инвалидных колясках. В Министерстве социального развития Московской области запустили программу адаптации объектов инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Специалисты изучили основные маршруты передвижения инвалидов, обследовали подъезды, пешеходные переходы, остановки и тротуары. По результатам работы принято решение обустроить порядка 200 дворов, 400 объектов дорожной инфраструктуры, 100 социальных объектов и 600 подъездов. Проект протестируют на территориях Любереца, Денцова, Раменского и Сергиева Посада. Луиза Игазарян, Анастасия Левшина, телеканал ЛРТ. Инспекторы Госаднотехнадзора проверили содержание детских площадок. Совместно с нашей съемочной группой сотрудники надзорных органов отправились на северную часть Люберец. О результатах рейда знает Луиза Игазарян. «Смотрите, сколько у нас слоев краски здесь. Я вот вижу как минимум четыре. То есть оно красилось. Но красилось очень давно». Красились очень давно и остальные элементы этой площадки. Если некоторые из них не считаются травмоопасными, то другие представляют собой прямую угрозу здоровью детей. К примеру, вот эти качели. Вопреки запретам, они на жестком подвесе. Кроме того, на игровом снаряжении спектр обнаружил торчащие гвозди. «Я могу сделать только один вывод, что про эту площадку забыли». А вот кто забыл про эту площадку, пока неизвестно. В настоящее время инспектор Госадомтехнадзора проводит процедуру по установлению хозяйствующего субъекта. После того, как ответственный будет найден, ему выдадут предписание о приведении территории в надлежащий вид. Несмотря на довольно плачевное состояние, игровая зона востребована среди местных жителей. «Это единственное, что есть у наших детей. Ходить через несколько дворов уже просто, честно говоря, нет сил». Через несколько дворов, кстати, площадки намного лучше. К примеру, на этой между домами 11 и 13 на улице Попова предусмотрены все обязательные элементы благоустройства. Но некоторые из них нуждаются в ремонте. «Хочется обратиться к жителям. Если вы выявляете, что-то вам кажется какой-то элемент травмоопасен или недостаточно укреплён, обращайтесь в управляющую свою компанию или в собственнику. После того, если данные моменты не реагируют, убедительно прошу с подтверждением, то, что вы обращались, уже обращаться в Госатомтехнадзор». А Госатомтехнадзор, в свою очередь, наложит административный штраф. Напомню, за неудовлетворительное состояние детских площадок собственник может заплатить от 30 до 70 тысяч рублей. А теперь о нововведениях. Министерство транспорта России вводит новые правила пользования метрополитеном. Ведомство предлагает запретить перевозить детей в колясках при входе и выходе из вагона, носить рюкзаки на спине, а также провозить складные велосипеды без чехлов. В новых правилах пользования метро ручную кладь официально запретят размещать на сидениях вагонов и скамейках станций. Двухколесный транспорт без исключения необходимо будет помещать в чехлы. Обязательным хотят сделать и правило уступать места пожилым, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Сейчас оно применяется только в качестве рекомендации. В новую редакцию включили и запрет на курение электронных сигарет. Типовые правила пользования метрополитеном, доработанные Минтрансом в соответствии с действующим законодательством, вступают в силу 30 декабря 2018 года. Мария Антонова, Анастасия Левшина, телеканал ЛРТ. Мы продолжаем выпуск. Техникум имени Гагарина получил профессиональное парикмахерское оборудование. Такой подарок в честь выпуска студентов сделал социальный партнер учебного заведения. Подробности далее. Обучение парикмахерскому искусству проходит в корпусе Леберецкого техникума имени Гагарина в Краскове. В этом году стены учебного заведения покидают 25 будущих специалистов. Трое из них получат дипломы со знаком отличия. Поздравить девушек и юношей с началом нового этапа жизни пришли представители компании-поставщика профессионального оборудования и средств по уходу за волосами. Компания, которая сегодня поздравила выпускников, она наш давний социальный партнер, обеспечивающий нас местами трудоустройства и, в общем-то, теми материалами, которые необходимы в учебном процессе. И на этот раз давние друзья пришли не с пустыми руками. Компания подарила учебному заведению профессиональное парикмахерское оборудование. Теперь оно займет почетное место в одной из лабораторий техникума. Кроме того, социальные партнеры выручили выпускникам памятные подарки, которые пригодятся им в дальнейшем трудовом пути. Мария Кузьмичева, Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Наступило лето, пора школьных каникул. Луиза Егиазарян пообщалась с маленькими жителями города и узнала, как они проводят лето, а также какое место в их досуге занимают гаджеты и компьютерные игры. Летние каникулы – это, безусловно, самый долгожданный и любимый период для всех детей. Целых три месяца свободного времени от учебы и уроков. Как они его проводят и чем занимаются, узнаем прямо сейчас. Девочка любит заниматься бисером, рисованием, ходит в дом творчества. У меня есть внучка-школьница. Она была в школьном лагере, а вчера уехала с бабушкой отдыхать, скажем, из Москвы. Они уехали в Латвию к родственникам. Там она занимается в услуги, всем понемножку. Так она хореографией занимается, девочка довольно-таки спортивная. Несколько дней я играю с игрушками, а там несколько дней я или рисую, или просто лежу. Хожу в музыкальную школу. А еще что? Ну, посещаю занятия. Я езди в Томилино, посещаю занятия фольклорного пения народного. В основном он собирает конструкторы, вот это его увлечение. Плавает и занимается спортивными... Ну, в спортсекции занимается. Скажи, пожалуйста, а в компьютерные игры любишь играть? Люблю, конечно, но вот у меня раньше был телефон мамин белый. И как бы, а сейчас мама там все игры удалила. И у меня был планшет. Вот. Так это хорошо. Хорошо. А компьютерные игры, гаджеты? Меня это не интересует. Вообще не интересует. Какими способами пытаетесь оградить ребенка от гаджетов? Вы знаете, я ему даю вольный способ общения больше с людьми, чем с компьютером. Меньше оставляем ее наедине. Это как бы болезнь следующего поколения. Если его не забрать в компьютер или, скажем, не переключить, то это, по-моему, не выйдет никогда из этого. А вы пытаетесь как-то оградить ее от этого? Мы не то что оградить, пытаемся, но не методом запретов, методом других интересов и переключений. Потому что запрет только агрессию вызывает, обиды, слезы и так далее. Мы читаем там с ним, рисуем. Ну, даем поиграться, конечно, по минимуму. Все игры мы там оставили две игры и все. Конечно, запрещаем. Компьютерные игры любят играть? Мама не позволяет. Любит, но очень-очень ограничено. Мы как-то его не приучаем к этому. Ну что ж, даже летом дети особо не расслабляются. Многие из запрошенных посещают кружки и спортивные секции. А от гаджетов и компьютерных игр их берегут родители. Луиза и Газарян, Петр Пономаренко. Специально для рубрики «Свободный микрофон». К другим новостям. В администрации городского округа Люберцы прошло внеочередное заседание Совета депутатов. На этот раз народные избранники проголосовали за принятием в муниципальную собственность более 50 автодорог. За это решение проголосовали все 23 депутата, которые присутствовали на заседании. Всего в муниципальную собственность округа вошли 33 дороги в Люберцах, 10 в поселке Октябрьский, 3 в Малаховке, 5 в Краскове и 1 в Томилине. Управлением дорожного хозяйства совместно с блоком имущества администрации городского округа Люберца проверено 52 автомобильные дороги, находящиеся в границе городского округа Люберца. Данные автомобильные дороги не являются частной собственностью регионального значения, либо федерального значения. Егор Бундин добавил, что целью включения этих дорог в муниципальную собственность служит их последующий ремонт. Он запланирован на 2019-2020 годы. Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста. С 1 января 2019 года мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63 года. Это повышение будет постепенным и растянется на 15 лет. Что еще нам ждать от этого законопроекта в следующем сюжете? Первыми, кто почувствует на себе пенсионную реформу, станут женщины 64-го и мужчины 59-го годов рождения. Они отработают на год больше, чем положено сейчас. Нынешних пенсионеров изменения не затронут. Как и ранее, им будут выдаваться все положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с правами и льготами. Увеличение пенсионного возраста позволит увеличить размер пенсии почти на 1000 рублей в год. Для граждан с большим стажем предусмотрена дополнительная льгота. Они смогут выйти на пенсию на два года раньше срока. Речь идет о женщинах со стажем более 40 лет и о мужчинах со стажем более 45 лет. В продолжении тема повышения пенсионного возраста. Россию захватывает волна акций против повышения пенсионного возраста. Недовольны этим нововведением, граждане активно проводят митинги по всей стране. Их уже провели в Новосибирске, Рязани и Ухте. В ближайшее время волна охватит Омск и Сыктывкар. Мы решили узнать у жителей Люберец, а что они думают о продлении пенсионного возраста. Очень плохо. Ну невозможно просто. У меня снаха, сын у меня немножко по здоровью не очень, а не с ладами. И им сейчас на 8 лет. Вот сейчас снаха уже через 10, а то через 18 лет пойдет. Нет, я очень расстроена. Я об этом ничего не думаю. Я уже знаю, что моей пенсии не будет. И поэтому я надеюсь только на себя и на свою семью. И все. Что в этом хорошего? Не будут доживать люди наши. Как вы думаете, почему повышают пенсионный возраст? Ну, чтобы больше можно денег отмыть. Они же куда-то деваются, все эти деньги, которые люди платят. Денег, наверное, мало. Платить нечего. На ваш взгляд, к чему приведут эти изменения? Ой, да приведут люди, и отнищать станут. Господи, и так люди еле выживают. А кто их возьмет 63 года на работу? Изменения приведут к тому, что будет большое количество взрослых людей, которые не могут устроиться на работу. И большое количество молодых людей, которым не у кого принимать навыки работы. Не знаю, я надеюсь, что люди забастуют немножко, будут писать. Вы готовы работать в 63 года? Ну, я не знаю, как жизнь повернется, как это вообще все будет, но до 63. Но если надо будет, то, конечно, будем работать. Что делать? Наверное, нет. Вообще, я ставила себе планку, ставила до 60, но ушла немножко раньше. Зачем? Умирать на работе, что ли? А вы готовы работать в 65 лет? В 65? А, все зависит от того, как я себя буду чувствовать. Вместо того, чтобы повышать этот возраст пенсионный, лучше бы повысили пенсии. Как показывает опрос, люберчане тоже недовольны этим нововведением. Учитывая мнение граждан, Общероссийское объединение Конфедерации труда создали вот такую петицию, цель которой привлечь всех жителей России, отдать свои голоса против повышения пенсионного возраста. 2 миллиона 184 тысячи 400 людей подписали данную петицию. С каждой секундой число подписей растет. Ориентиром петиции является 3 миллиона подписей, после чего ее планируют передать президенту, премьер-министру и спикерам Госдумы. Будет ли результат от этих трудов? Покажет время. Мы продолжаем выпуск. Более 1300 проектов на тему ЖКХ и благоустройства, номинированного в этом году на премию губернатора «Наша Подмосковья». Об этом сообщило информационное агентство «Реама» в Люберцах. Отмечу на данный момент, прием заявок окончен. Всех участников ждет третий этап конкурса. 1353. Ровно столько проектов подготовили участники премии на тему ЖКХ. С 13 по 20 июня авторы презентовали свои наработки, а уже далее на третьем этапе с 23 июля по 10 августа. Их будут оценивать члены экспертного совета. Отмечу, в премии принимают участие уже реализованные или реализуемые в настоящее время работы. Ознакомиться с каждой из них можно на сайте «Наши Подмосковьи.РФ». Победители будут объявлены в сентябре. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Теперь о спорте. В Краскове провели чемпионат городского округа по вейкбордингу. Вид спорта еще молодой, но с каждым годом он приобретает огромную популярность среди молодежи. Так свои силы и навыки в этом водном виде спорта решили показать участники со всей страны. Это только кажется, что встать на водные лыжи, плавно проехать по воде и сделать несколько сальто легко и просто. На самом деле вейкбординг считается одним из сложнейших видов спорта, приравнивающихся к акробатике. Прежде чем выполнить элемент на воде, спортсмен тщательно отрабатывает его на батуте. Роман Оводов – один из фаворитов соревнований. В этом виде спорта он уже 11 лет, имеет множество наград. Как признается молодой человек, он пытается использовать любую возможность, чтобы покататься. Этот спорт очень развит во всем мире. На нем можно кататься где угодно, поэтому в принципе он не имеет границ, и ты как путешествуешь. То есть ты ездишь куда-то, и соответственно ты смотришь страны разные, ты общаешься с разными людьми, ты повышаешь свой уровень. Показать свой уровень, заявить о себе, побороться за призовой фонд и просто приятно провести время приехали участники из Челябинска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы. Среди них не только профессионалы, но и просто любители водного вида спорта. Сегодня на наших соревнованиях присутствует 30 участников. Это достаточно много, я считаю, для первых соревнований. И очень значимые спортсмены. У нас присутствуют чемпионы России, неоднократные чемпионы Московской области, также и Москвы. Отбор спортсменов проходил по четырем категориям. Мужчины-любители, женщины-любители, мужчины-опенмен, то есть профессионалы, а также юниоры до 19 лет. Участник допускается к заездам только в том случае, если имеет вот такой защитный шлем, спасательный жилет, фирменную майку, а также страховой спортивный полис. Оценивали участников маститые спортсмены Алан Сынакоев, Мария Попова, Алиса Фиалко и Лев Соленов. Организаторы заявляют, этот турнир точно не последний. Мы этот спорт хотим сделать доступным и ведем именно концепцию спорта, а не развлечения. И у нас три раза в неделю работает бесплатная детская секция на объекте. Мы отбираем самых талантливых, самых перспективных. И в будущем планируем, что эти ребята будут выступать под именем нашего парка на международных соревнованиях. Соревнования продолжались до позднего вечера. Призовой фонд в размере 150 тысяч рублей поделили между собой победители в заездах разной категории. Вознаграждение предусмотрено вплоть до пятого места. Мария Кузьмичева, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Где вы предпочитаете проводить лето? Наш корреспондент Анна Троян пообщалась с люберчанами и узнала много интересного. Лето – это солнце, море фруктов и пора курортного отдыха. Однако, по данным ЦИОМ, большинство россиян в этом году никуда не поедут. Так ли это на самом деле и какой он отпуск мечты? Давайте спросим у люберчан. На дачу. Где у вас дача? Под Егоревском. Что вы там делаете? Грибы собираю и рыбу ловлю. Едем в Хорватию. Что там? Какой досуг? У нас друзья, там дома друзей на море, поэтому, наверное, просто спать, отдыхать. Самое прекрасное место, куда еще поехать? Ну куда, расскажите. В Москве. А что вы здесь делаете? Какой досуг у вас? Любуюсь. В этом году никак я работаю. Мы уже были в отпуске. Где были? Расскажите. К сожалению, дома были. Дома отдыхали. Нет возможности куда-то было поехать. А досуг как проводите обычно? Ну, обычно по паркам гуляем, ходим на разные мероприятия, на выставочные центры. Никуда, я думаю, здесь останусь. Поработаю немного. А кроме работы, какой досуг? Игры компьютерные, наверное. А я завтра уезжаю в Италию. Куда именно? В Неаполь. Расскажите, какой вас отдых ждет? Экскурсии. Это была ваша мечта? Да, мечта, конечно. Работать буду. Ну, вот в августе в Таиланд полечу. Что там будет? Какой именно вид отдыха? Песочный пляж, голубой океан. А морская еда вкусная? О, кальмары, осьминоги. Из Саратова приехала, отдыхаю, работаю медсестрой. И прекрасно наслаждаюсь видом прекрасной дочери и вашего прекрасного города. Мы уже в отпуске. Расскажите, что делаете в отпуске? Вот с вами встретились. А до этого? А до этого с другими встретились. То есть вы отпуск проводите во встречах, да? Ну, конечно. Я буду работать. А какие мечты? Вот как бы хотелось провести идеальный отпуск? Съездить куда-нибудь, за границей, посмотреть, что-нибудь мир посмотреть. Ну, например? Ну, я бы в Европу съездил бы. Ну, просто ради интереса, ради общего кругозора. Ну, я бы, наверное, хотел побывать в нескольких странах теплых где-нибудь. Турция, Турция, Египет, может быть, даже Индонезия. Посмотреть достопримечательности, всякие такие, на аквапарке знаменитые посетить. Я обязательно на Диснейленд. День в Доминикане нормальный, я думаю. Я бы куда-нибудь за границу. Куда именно? В Европу, Америку. Вообще путешествие – это всегда удовольствие, это всегда радость. Европа, Азия, Центральная Россия – это, конечно, хорошо. Однако далеко не все люберчане смогут в этом году отправиться за границу. Но это не главное. Самое важное – провести свой отпуск с пользой. Анна Троян, Александр Дегурко, специально для рубрики «Свободный микрофон». И в завершении выпуска о долгожданном лете. В Подмосковье возвращается жара. Уже пляжи заполняются отдыхающими, и многие сталкиваются с такой проблемой, как ожог кожи. О том, как правильно принимать солнечные ванны без негативных последствий для здоровья – в нашем сюжете. Если нет возможности отправиться на курорт, не стоит отчаиваться. Получить ровный красивый загар можно и в городе. Однако нужно помнить – правилами поведения под городским солнцем пренебрегать опасно. Безопасное время для принятия солнечных ванн – это рассветные и закатные часы до 10 утра и после 16 вечера. Иначе есть риск получить серьёзные ожоги и солнечный удар. Медики советуют перемещаться в тень каждые 15 минут. Это поможет уберечься от перегрева. Другой совет врачей – обильное питьё. Соком и лимонадом стоит предпочесть простую воду. Употребление алкоголя на жаре исключено. Не нужно забывать и про косметические средства для защиты от ожогов. В самом начале своего пути к бронзовому тону кожи советуют использовать кремы со значением ультрафиолетового фильтра от 45 единиц. После загара стоит воспользоваться увлажняющим кремом с пантенолом. Обязательно наличие головного убора и солнцезащитных очков. Соблюдение этих несложных правил поможет получить красивый, а самое главное – безопасный загар, который продержится до 2-3 месяцев, в отличие от морского, который сходит за пару недель. Таковы главные события уходящей недели по версии службы информации телеканала ЛРТ. На этом я с вами прощаюсь. Всем приятных выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова